Доброго дня, коллеги! Здравствуйте, гости! Очень внимательно слушал. Хотел бы, чтобы сложилось впечатление, что мы сейчас пикируемся друг за другом. Вы нам что-то сказали, мы вам что-то сказали. Да, это беседа друзей, беседа людей, которые искренне заинтересованы в том, чтобы в самом положительном ключе остались точки над «и». Что касается, господин Вегетяна, я бы хотел просто небольшую такую техническую ремарочку. С недавнего времени Facebook блокирует в соответствии с принятыми полиси, да, фейсбуковскими мета, блокирует спутник, поэтому там очень резко опустилось, если я не ошибаюсь, там даже одна из страничек спутника она была заблокирована. Это я просто, когда вы приводите в сравнение, я не знаю. Я не знаю, я знаю, что был какой-то процесс. Что касается остальных вопросов, смотрите, можно очень долго рассуждать политологические интересы России, где сооружены и так далее и тому подобное. Естественно, это все очень важно, но с обычной прагматичной точки зрения, да, ладно, с точки зрения обывателя, обычного обывателя, который вот сейчас за стенами вот этого красивого зала ходит по улице. Что говорит обыватель? И на самом деле, как только ты ему начинаешь объяснять очень долго, что-то он просто тебя не слушает, потому что у него, а, нету времени, во-вторых, б, оперирование простыми категориями, оно наиболее доступно. И вот именно проблема вырисовывается в том плане, что одним из главных лейтмотивов, вот коллеги не дадут соврать, является следующее. У обычного обывателя в Армении в голове сидит две парадигмы. Первый, это сравнение, да, России и Турции. Даже не как соседи, либо отношения, они сами говорят, а вот, смотрите, Турция как всеми силами, да, поддерживает Азербайджан, как объявляет, как союзник, причем по поводу, без повода выпячивает, ну, мы понимаем, в рамках чего это делается. А вот те вектора, которые, либо те неополитические силы, да, которые, на которые мы рассчитывали, и которые в течение очень долгих-долгих лет, как сказали коллеги, нам, мы были убеждены, да, что вот такая безоговорочная поддержка, она и будет безоговорочная, публичная. Дело не в кулуарных дипломатических разговорах. Публичная поддержка, то, к вашему сожалению, должен констатировать, что очень резкий дисбаланс в голове у обычного обывателя в плане поддержки Турции, Азербайджана и России, армии. От этого никуда не уйти, и если вы с любым человеком на улице заговорите, один из первых аргументов, это вопрос будет так. Почему я это все говорю? Я это все говорю не в плане претензий, и не в плане выказывания каких-то, не знаю, мыслей, да, не в плане подытоживания мыслей моих коллег, а в плане того, что мы должны, в первую очередь, мы, не вы, не мы отдельно, а мы вместе должны все-таки понять, как же сделать так, чтобы вот этот дисбаланс, на самом деле этот дисбаланс, он, скажем так, нивелировался. Вот так очень осторожно, по-дипломатически пытался донести ту точку зрения, которая, в принципе, сейчас приводит. Спасибо еще раз за визит, спасибо огромное организаторам. Эти разговоры, на самом деле, очень-очень важны, эти беседы очень важны, потому что в динамично меняющейся обстановке, если мы не будем контактировать, если мы не будем говорить друг другу, как настоящие друзья, да, о реальном положении дела, они скатываются в такой, казалось, стольный, да, речебный статив, у нас ничего не получится. Спасибо еще раз господину Сусловну, господину Токарю, очень важно было вас слышать, потому что для нас очень важно из первых уст понимать, что там происходит. Правда, у нас у всех контакты, говорим каждый день, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но, как говорится, с глазу на глаз, либо с лицом на лицо, вот это все услышать очень важно. Спасибо еще раз.